Послание Ершуа 20 января 2018 года Мы все дети Бога Здравствуйте, родные мои любимые души! Сегодня мне хочется рассказать вам о том, каким образом я пытался донести до людей мысль о том, что все мы являемся частичками единого целого. Независимо от того, в какой стране мы родились, какого цвета наша кожа, богатые мы или бедные, какой религию исповедуем. В то время людям было трудно это понять, как, впрочем, и сейчас. Уж слишком велико расовое, социальное, религиозное расслоение в дальнем мире. Мне приходилось искать весомые аргументы и самые разные примеры, чтобы люди смогли осознать свое величие и свою принадлежность к Творцу. Слишком уж фантастично звучали для них слова. Каждый из вас является частичкой Бога. Настолько недосягаемым, великим и грозным считали они Его. И тогда я просила их сделать следующее. Вспомнить самый счастливый момент своей жизни, когда любовь переполняла их сердце, буквально лилась через край. И почувствовать, как отзовется на это их тело, что почувствуют они внутри. Почти все ощущали, как их переполняла благодать, а внутри разливалось тепло. Я говорила, то, что вы чувствуете сейчас, это и есть соединение с Богом, потому что Бог – это любовь в ее чистом виде. И когда наши сердца наполнены любовью, мы сливаемся с ним, становясь единым целым. Это естественное состояние нашей души, которое она забывает, спустившись в материальный мир разделения. И цель каждой души – пройдя долгий путь на земле, рождаясь вновь и вновь, пережив самые разные эмоции и приобретя бесценный опыт, вернуться в свои родные энергии любви, а значит, слиться с Творцом. Но для этого ей нужно стать мудрее и многое осознать, постепенно поднимаясь по ступенькам духовной лестницы, очищая свою душу от низких энергий страха, гнева, агрессии, жадности, ревности, власти, которые тянут ее вниз и не дают взлететь в небеса. И только тогда человек сможет приблизиться к Богу, поскольку притянется к Нему по схожести энергии. Так постепенно я и переходил к следующему закону Вселенной – подобное притягивает подобное. И затем на многочисленных примерах из жизни мы вместе изучали, как работает этот закон. И люди начинали уже по-новому смотреть на многие события в своей жизни, понимая причины своих бед и несчастья. Но самое главное, говорил я им, что вы в любую минуту можете исправить положение. Для этого нужно лишь поменять ход своих мыслей и эмоций, а значит наполниться совсем другими энергиями. Ваша духовная работа будет вознаграждена старицей. Все вокруг начнет меняться, словно по волшебству. Ваши добрые мысли и намерения обязательно притянут в вашу жизнь – добро и благополучие, счастье и радость. Но самое главное, чтобы шляния от сердца, окутывая людей искренним теплом и любовью. Поскольку человек обмануть невозможно, интуитивно он обязательно почувствует фальшь и тогда ответит вам тем же. Так незаметно я подводил людей к тому, что они способны сами творить свою реальность. И уже это являлось доказательством того, что они частички Бога, всесильные и всемогущие. Их главная сила заключалась в любви, этой волшебной энергии, которой подвластно все. На этом мы остановимся сегодня. Любящий во всем сердцем Иешу говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...